Первая в этом году губернаторская елка прошла в Твери. Дети из разных районов Верхней Волжи приехали в областную столицу. Для них подготовили сразу два спектакля. Тему продолжит наш корреспондент. Праздничная атмосфера царила в этот день в областном театре драмы. Большая новогодняя елка, Дед Мороз и Снегурочка, а также другие сказочные персонажи приветствовали детей. Одной из приглашенных стала 13-летняя Алина Касаткина из Западной Двины. Она растет в многодетной семье, где воспитываются еще три сестры и брат. Рассказывает, что семья уже готовится к Новому году. Помогаем друг другу. Папа с братом работают на улице, вешают украшения. Старшая сестра сидит с двумя младшими. Я помогаю маме на кухне с приготовлением. Елочка у нас искусственная, маленькая, но так мы решаем купить живую. Сначала ребятам показали новогоднюю историю про мальчика Колю, потерявшего письмо с желаниями. Вместе с ним, а также с героями союз мультфильма и лесными жителями, ребята прошли сквозь музыкальный лес. Самый главный посыл этой елки – рассказать деткам, какие у нас есть в нашей области талантливые также дети. Мы их показываем. У нас будут дети-музыканты. У нас они будут играть для того, чтобы детей зажечь также. И чтобы, может быть, они полюбят какой-то инструмент, сами начнут играть. И вообще это такая прекрасная новогодняя сказка, которая обязательно должна быть. Следующая сказка, которую увидели дети – стойкий оловянный солдатик Ганса Христиана Андерсена. Это премьерный спектакль театра драмы, подготовленный специально к новогодним праздникам. Мир игрушек, мир красок, мир любви, доброта и прежде всего чести. Потому что все солдатики, даже оловянные, прежде всего это люди доблести, чести и мужества. В целом это классический сюжет сказки Андерсена. Единственное, что нам захотелось изменить в постановке, подарить нашим сказочным героям счастливый конец. Сказки всегда должны заканчиваться светло. Вот так и наши герои. Они не исчезают совершенно из этого пространства, а становятся людьми. Гостями праздника стали дети участников специальной военной операции. Воспитанники детских домов и школ-интернатов. Юные жители Верхневожья из многодетных семей и семей с невысокими доходами. Кроме того, зрителями стали одаренные дети, победители и призеры научных, творческих, технических конкурсов, выставок, фестивалей, спортивных соревнований. И какой праздник без подарков. После представления всем детям вручили сладкие новогодние подарки от губернатора Тверской области.